Всем привет! Сегодня я буду слушать Рэма, Оргонавт. Ну, знаю, что это грязный Ромерес, да, мне сказали, что у него есть хорошие треки, хотя я очень сильно сомневаюсь. Ну, давайте послушаем. Музыка обнадёживающая. В красно-синих тонах клуб разбитых сердец. Мы одни спускаемся в землю, ведь ящик велел нам не жить, как они, короли. А утро тяжёлым каскадом ложится на плечи, и видно за версту, как умеем сдерживать себя, как умеем всю жизнь держаться за беду. И от тех, кто нас должен прикрыть сегодня, мы ждём удара в спину. Но всё утешение в том, что дома есть дрочи-то распилом. Во мне тихо плачет Оргонавта сморщенной могилы. Он не смог семью свою поднять, потому что там кто-то молится за распилы. Это падает на стол, мы смотрим ОРТ. Поток чужих проблем под потолок, нам бы самим как-то попасть на МРТ. Прости, Хабен, но мы забыли поддержать онкобольных, у нас ведь много работы, короткий день. Мы не хотим выкладывать посты о помощи, нам нужны только подписчики, не овощи. Мне париться нет резона, у меня всё хорошо ещё, а вы дальше ходите там на побоище. За что нам дубины по голове? За что нам подкинули вес? Мы живём среди стервятников и крыс, пока не выбьют наши последние гроши. Нас точно не отпустят в жизни, это режим, как неестественный отбор. Всюду навязаны контроли, нам это видно, как стимул дано. Хоть и обидно, но забывать не надо, что мы не те, кто прогнётся под гнётом дрессированных сорвиголов. Теперь ответь, а почему я не боюсь это нести, когда вы все завязали языки в пант? И почему я не остался в стороне, когда в стране моей пиздец это безденежье? Бартак, я не хочу это метафорами скрыть, прославиться и искрить. И ты бы назвал мои потуги безнадёгой. Мне не надо притворяться альтруистом и напяливать костюм, чтобы собрать себе народу, сука. Эй, я Свартовска пацан, тот самый пацан, что не хотел остаться с голой задницей. Как миллионы молодых и обеспашенных простых, и до безумия влюблённых в эту рашку. Блядь, я парюсь, но в туалете, сидя на холодном кафеле, пишу это опухшее и невменяемое. Я в упряжке в этой с вами, так давай её протащим, только с гордо поднятыми головами. Ну, что хочу сказать, не узнаваем. Если бы я не знала, кто это, я бы не в жизни узнала. Даже чё-то как-то маловато. Мам, помнишь ту женщину? Сегодня в магазине. Ты не попыталась ей помочь. Что я должна была делать? Это могло кончиться насилием. Есть вещи пострашнее насилия. И что же это? Безразличие. Безразличие. Ну, такая, знаете, серьёзная тема поднятая и хорошо раскрытая по музыке и по тексту. Вот я считаю, что в ваше время не хватает такой музыки. Вот именно музыки, которая заставляет задуматься. То есть многие, допустим, из ваших кумиров, допустим, начинают какой-нибудь там про наркотики, про всё. Но вот эти проблемы, которые поднимаются, они, мне кажется, в большинстве своём неправильно раскрытая тема не факт, чтобы люди задумались, а факт, чтобы люди захотели попробовать так, как там. Например, Моргенштерн, он вроде как проповедует о том, что положительные моменты, период из песни, но на самом деле он учит бросить учёбу и заниматься чёрт чем. Тут правильно надо преподнести. Вот здесь, ну, сразу видно и возраст, и всё тоже, как и он из МСИ, есть что сказать и правильно сказать. Когда ты можешь поддержать, даже если это там задевает какие-то проблемы жизненные в нашей стране, да, или проблемы, связанные в социуме, в человечестве, ты его поддерживаешь просто потому, что это правда и потому, что вот это хорошо сказано. Вот в этот раз он открылся с другой стороны, и хорошо, что человек развивается. Ну, то есть, его часть души привлекает к себе внимание всякими стрёмными делами, а эта часть души кричит о наболевшем. Здорово, что есть та часть души, которая кричит о наболевшем. Всем пока!